Нам стол немножко мешает, но похорен. Умеренное напряжение. Пофигу. Мы должны напрягаться не умеренно, а немеренно. Сэм хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, я приглашаю вас в прекрасный мир зомбиапокалипсиса. Project Zomboid. Вам понравился первый выпуск по этой игре, который вы можете вот здесь посмотреть, если вы вдруг пропустили. Почему вы пропустили, кстати, этот выпуск? Вы должны были подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Почему вы не пользуетесь такими удобными функциями? А также, раз уж вы там, внизу, и рыскаете по всем этим кнопочкам, нажмите заодно лайк. Это поможет в продвижении видоса. Вижу, что вы клацнули по всем нужным кнопочкам. А теперь приступаем к Project Zomboid. По итогам прошлого эпизода вы сказали, что лучше понизить уровень сложности. Но я думаю, что мы как раз-таки в нужном играем. Апокалипсис. Давайте снова выберем город Вестпойнт, так как он самый большой, судя по всему. Здесь я воспользуюсь вашим советом, так как вы говорили, что нам нужно делать баланс из хороших качеств и плохих. Ведь никто не идеален. Что ж, давайте выберем инструктор по фитнесу. И сразу, видите, добавилась куча хороших характеристик. Он бежит, классно, сила. Но у нас теперь осталось очков минус 6, поэтому надо восполнить. Так, чем же мне восполнить? Он гомофоб. Что? А, погодите. Гемофоб. Извините. Надо качество, которое подходит фитнес-тренеру. Слабый, например. Сразу нет, погодите. Слабый нельзя, это слишком много. Слишком слабый будет. Хилый, вот можно. Или ленивый, точно, добавить. Все, мы прям четко-четко выберили. Давайте что-нибудь еще добавим. Вот, допустим, он бегун. И грациозный. Высокий иммунитет. Но он не в форме. И не любит книги. Ну и, конечно же, усталый. Он гимнаст. Но у него избыточный вес. Самый главный параметр, это, конечно же, везучий. Железный желудок. Потому что чувствую, я буду всякую падаль жрать. Но курильщик, осуждаю. Он близорукий. Вот, так мы выровняли очки. У него кошачье зрение. Давайте еще пусть он будет лекарем. И у него хроническая усталость. Я кого-то Франкенштейна сделал. Вы, наверное, скажете, что я не очень хорошо обдумал характеристики. И вы будете правы. Вот он, фитнес-тренер готов снова умереть, видимо. Так, погодите, чего-то не хватает ему. Ах, да. Волосы на груди. Давай, фитнес-тренер, побежал. Времен конец настал. Нет никакой надежды на выживание. Это история вашей смерти. Фитнес-тренер проснулся. Кстати, мы уже в другом доме находимся. Стоп. Это уже было. Я проснулся. Попил из метаза, как обычно. Вышел на улицу. А там повсюду зомби. А сейчас тоже зомби. Собираются ли они запороть мне тренировку? А, нет, думаю, все в порядке. О! Что это? Кто-то здесь есть в доме в моем? А, нет. На улице. Но ты проникла ко мне в дом. О! Черт, 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 черт. Ой, по-моему, она не одна пришла. Как-то вот сходу начался храндец. Так, проходи. Ой, я закрыл зачем-то кнопку. Уходим, уходим, уходим. Закрой, закрой. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Даже не дала мне дома у себя порыться нормально. Никого нету? Никого нету. О! Кто-то есть! Почтальон! Я даже еще шагнуть не успел на улице, как они все тут же активизировались и начали ломиться. Есть что покушать? Нету ничего. Как много мертвых почтальонов вокруг. Неудивительно, что так посылки долго доставляются. Что, думаешь, я тебя не толкну? Толкну, конечно. Ау, пустил. Пошел. Ты что, ты что? А, нет, нет. Я собрал всех зомби на районе, кажется. Погодите, тишина. Кажется, все в порядке. Ой, забежал домой, а тут одна женщина застряла у меня дома. Она меня не видит пока что. Черт, меня видит этот чувак. Затолкаем, затолкаем. Блин, я тебя запинаю сейчас. Ой, еще один лезет. Ох, их можно давить ногой. Прекрасно. Продолжаем давить. Так, ну лежать, че что? Лежать, я сказал. Запинаем. Сейчас я их убью. Стой, все. Кажется, сдох. Думаю, характерный звук. Да. Теперь нужно грохнуть ее. На. Так толкнул. Давай, топчи. О, боже мой. Все, затоптал. Давайте откроем эту дверь. Что у нас тут? Одежда. И еще бюстгальтер даже был. Куртка. Туфли и штаны. Так, че у нас есть клевого? Давайте оденем куртку на себя. О, красавчик. Ремень. Туфли. Красный бюстгальтер. Почему бы и нет? Кто меня осудит? Все мертвы. А, раз уж на то пошло, давайте юбку оденем. Это поможет мне бегать. Обо что я упал? Обо что я упал? Вы выжили три часа. Вы убили три зомби. Режим апокалипсис. Обо что я упал? Я просто обосрался кровью и упал. Я не знаю, что произошло. Давайте попробуем снова. Только в этот раз мы поставим уровень сложности немного такой же. Абсолютно такой же. Потому что мне нравится хардкор. Я не понимаю, как я в первом выпуске так долго выживал. Потому что здесь я сразу сдох. Пока просто стоим. Не дергаемся. Не шевелимся. Чертов день сурка. Это все уже происходило. Опа, смотрите, кастрюля. Это кажется оружие. Или скалка. Или сковородка. Урон у них в принципе одинаковый. Я думаю, давайте начнем с кастрюльки. Посмотрите, у него урон чуть-чуть больше, чем у всех. Оставьте на улице во время дождя, чтобы набрать воды. О, нет. Давайте кастрюльку мы заберем. Поставим ее на улицу. Будет водичка. А вот скалку заберем в инвентарь как оружие. И назначим в основную руку сковородку. Консервные бобы в другом шкафчике. Все забираем. И еще грибной суп. А в холодильнике авокадо. Я обожаю авокадо. Болонская колбаса. Кукуруза, ребят. По-моему, вообще прекрасно у меня сейчас все будет. Мне нравится такой расклад. А в раковине есть что попить. Набрать воду. Мне некуда набирать воду. Ну, разве что мы в кастрюльку можем налить. Максимальный вес у нас 80, так понимаю. Книжки. Мобот, есть какая-нибудь классная книжка. Журнал. Читать. О, какой интересный журнал. Вот раздел с голыми девицами очень увлекательный. О, журнал PlayZombie. Это зеленая малышка в моем вкусе. Так, не отвлекаемся. У нас тут обучение сегодня. Курсы рыболовства. Записаться на бесплатный вебинар мы не можем, поэтому придется самим читать. Читаем. Стали умнее, чувствуете? Головаш раздувается. Я не знаю, для чего нам нужен лист бумаги и блокнот, но я возьму все. Никогда не знаешь, что пригодится в этом суровом мире. Слышите? Кто-то, блин, ходит. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Открываем дверь. Идем сюда. А теперь вот сюда. На это я просто воду в кастрюльку набираю. Или сливаю воду в кастрюльку. Кажется, с этой хатой у нас все. Погодите. Нет, 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 нет. Нет, это плохо. Это очень плохо. Как она нас услышала? Бить! Давай! Давай, фитнес-тренер! Дай сдачи! Умница! Есть! Смотрите, золотая подвеска для пупка. Бюстгальтер, кроссовки, мини-юбка. Нет, все, я закончил с бюстгальтерами. Давайте порвем всю одежду. Чувство себя извращенцем каким-то. Вы понимаете, это все ради выживания. Ап! Мы реально с... Ай, одели трусы. Боже мой. Так, я не знаю, для чего это все нам нужно. Но нам нужны кроссовки про запас. Поэтому просто возьмем их. Вот, смотрите, какой шкафчик интересный у нас здесь рядом. Длинные спортивные шорты. Оружейный кейс. Взять оружейный кейс. Там что, есть оружие? Открыли его. Пистолет! Вынуть патроны... Блин, сколько действий нужно делать. Сначала надо вынуть патроны из коробки. Надо достать магазин. После чего нужно патроны снарядить в магазин. Все, магазин снарядили. Видите, 24 патрона осталось. Вставить магазин в пистолет. И экипировать в дополнительную руку. Погодите, а у нас что, сковородка все сломалась? Мне, погодите, сковорода все еще здесь. Взять в основную руку. Пока что будем заниматься именно убийством всех через сковороду. Погодите, здесь есть фитнес. Мы можем прям взять и начать отжиматься. Или приседать. Отжимайся. 10 минут. Нам стол немножко мешает, но похорен. Умеренное напряжение. Пофигу. Мы должны напрягаться не умеренно, а немеренно. Вот, все. Легкий дискомфорт в костях. Я не знаю, как это лечить, если честно. Все, давайте снаряжаем сковородку. И добавить в избранный пистолет. А теперь осмотрим местность. У нас есть рядом несколько домов. Но самый ближайший, мне кажется, это вот этот. Тихо. Осторожно. Выползаем. Заползаем, там зомби идет. Нам здесь не надо. Куда ты пошел? По мебели, грязными ботинками. Слушай, давайте сразу пистолет лучше во вторую руку. Дополнительно возьмем. Он, по идее, должен появиться здесь. И тогда нам нужно будет всего лишь нажать вот так. Взять в основную руку. Передернуть затвор. Это тоже очень важно. Это, конечно же, важно. Так, затвор передернули. Вот теперь у меня прогресс. Я уже чувствую, что я стал гораздо круче играть в эту игру. Открываем дверь. Прям очень тихо. Вокруг только один зомби. Давайте пойдем вот в этот дом. Посмотрите только, какой огромный садовый гном. Он меня пугает, если честно. Осторожно, осторожно, осторожно. Давайте подойдем к окну и посмотрим, есть ли там кто. Никого. Какой-то фитнес-трейлер прокачанный. Барбекешница нет, ничего. Обида. Давайте осторожно откроем дверь. Все, тут никого нету. Закрывай. Закрывай дверь. Молодец. Ох, сейчас мы тут с вами подкрепимся. Что у нас тут есть? Кухонное, полотенце, стакан, кружка. Взять все. Давайте наполним вообще все, что у нас есть. Я встал прямо в раковину. Я, знаете, новый вид прислуги. Человек-раковина. Он набирает воду для вас. Здравствуйте, сэр. Хотите водички? Сию минуту. Что у нас тут? Кухонный нож. Погодите, а для чего все это нужно? Кухонные щипцы. Что мы можем с ними сделать? Неужели мы можем отбиваться? Пик его знает, но нам нужно взять. Возможно, щипцы нужны, чтобы готовить барбекю. Ладно, запомню, что в этом доме есть щипцы. О, боже мой. Ветчина. Свежая, замороженная. Фарш. Фарш, мы точно можем это все готовить. Чуть-чуть попозже. Мы вернемся сюда обязательно. Я думаю, знаете, что сделаем? Давайте подойдем к барбекюшнице. Посмотрим, что мы можем с ней сделать. То есть сюда прям реально можно положить мясо. И оно будет готовиться. Давайте попробуем. Просто попробуем. Мы ведь только учимся. Вот котлета, например. Еще бутылка пива. Ладно, берем котлету. Никакого пива. Я должен быть трезвый, если я хочу выжить. Я буду напиваться только, когда меня уже будут жрать. Я хочу жить трезво, но трезвому умирать я не хочу. Что, попробуем положить котлету вот сюда. Положить в контейнер. Ты готовишься? Хорошо, эта котлета будет меня здесь ждать. Я пока не знаю, как зажечь костер. Закрывайте дверь. Истощение. Едва передвигаете ноги. Почему? Неподъемный груз. Надрываете спину. Давайте съедим полностью авокадо. Может быть, это немножечко нам сделает хорошо. Господи, фитнес-тренер. Только день начался, а ты уже три раза поел. Телевизор. Она делает громкость. Но телек может дать нам возможность поиграть во что-то. Не, мы можем поставить туда VHS-кассету и чему-то научиться. Также мы можем выбрать какой-то канал. Но он будет очень громкий. А, была не была. Давайте включим. Неужели телевидение еще работает? Уровень громкости. Вот. Какой канал мы можем? Triple N. Переключиться. Настройки устройства. Непонятно. В общем, ни один канал пока не работает. Давайте выключим телек. Нам нужно найти обучающую кассету. Помню, в детстве я находил как-то у родителей обучающие кассеты. Никогда не забуду этот урок. Смотрите, ручка черная. Мы помним из прошлой жизни, что это помогло нам тыкать. Замбари прямо насмерть. Насмерть ручки. Потому что зомби не сдох. Стоп, погодите. Давайте почитаем газету. Посмотрите, сколько всего. Кроссворды. Это все нас обучат. Смотрите, здесь чтиво телится на несколько типов. Литература, которая просто, чтобы уменьшить скуку и стресс. И те, что повышают наши навыки. Давайте пока сосредоточимся на навыках. Читать фермерство. Мы что, можем выращивать здесь что-то? Смотрите, просто штудирует. Опа, уже ночь наступила. Еще немного фитнес-тренер, давай. Очень увлекательное, видимо. Есть. Смотрите, он это сделал, запыхался. Фух, какое же долгое чтиво. Давайте пойдем поспим. Спать. А, истощение это было как раз таки не голод. Просто мы истощились. Стоит ли нам принять душ? Мы можем даже умыть сковороду гриль. Хорошо, давайте просто умоемся чуть-чуть. Замечательно, выходим на улицу. Тренировка началась. Вон эти гады. Во-первых, здесь какой-то классный фургон. Так, мы можем автомеханикой заняться. Состояние, двигатель 48. В принципе, все есть. Но нет бензина. Ой, так как ты громко так хлопаешь? Ты издеваешься, фитнес-тренер? Что за безответственность? Посмотрите, что в багажнике. Аптечка первой помощи, платок и разводной ключ. Мы должны взять это все. Это все бери. Теперь здесь. Мы сели. Но нам нужно выйти, потому что ничего не можем сейчас сделать этой машиной. А вот с этим гномиком мы можем сделать самые ужасные вещи. Получай, гном! Кто там дома живет, я вижу труп. Возможно, это спящий зомби. Закрыто. Хорошо, давайте тогда откроем окошко. Давай. Господи, слабые ручки. Что ты насилуешь это окно? Перестань. Брось, 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 брось. Какое-то окно точно забыли закрыть. Ну давай. Фига. Я понимаю, что от меня хочет эта игра. Она хочет, чтобы я разбил эти окна и издал много шума. Есть! Все, входим и закрываем. Я так и знал. Я так и знал, что здесь будет окно, которое забыли закрыть. Футболка. Я думал, что это рубашка вообще-то. Погодите. Вот. Вот это. Формальная рубашка. Надеть формальную рубашку. Вот какой мы формальной сразу стали. Оно сто пудов живое. Нам нужно как-то с ним разобраться. Или оно не живое? Это труп. Ну тут непонятно. Трупа меня не успокаивает, потому что труп может ожить. У него боксеры, бутылка из-под бурбона, длинные носки, кроссовки. Носки обязательно нужны. Мешковатые джинсы помогут нам. Давайте оденем их. Вот, это защитит нас. Теперь давайте шарить. Журнал поваренок и выпуск второй. Мой любимый журнал. Очень много навыков. А еще радио для коммуникации. Я не знаю, с кем мы будем коммуницировать здесь. Но я знаю, что нам нужен карандаш. Нам нужен журнал поваренок. И все вот эти вот книги, которые нам дают навыки. Теперь пришло время длительного обучения. Конечно же, в первую очередь нужна первую помощь. Прочитали одну страницу, их 220. 380 страниц. Господи, как много нам придется читать. Ну вот нахрен мне зомби-апокалипсис. Если все равно придется дофига читать. Не, на самом деле это правильно. Ведь мы не можем позволить всем этим знаниям, которые человечество копило столько тысяч лет, просто так пропасть. Мы станем этим центром знаний. Постапокалиптическим интернетом. Хорошо, давайте пока прервемся. То есть получается, видите, да, мы 12 страниц уже прочитали. Каждый раз, когда у нас будет досуг, мы будем читать эти книжки. Здорово. Консервный нож, детка! Давайте откроем все консервы, которые у нас есть. Нет, стоп. Одну консерву. Где она? Где-то вкусная консерва. Быстро хочу есть. Полностью сожрем вместе с консервой. О, да! Боже мой, нож взять. Еще есть прихватка, чтобы готовить можно было безопасно. Ладно, все это берем. Что у нас тут еще есть? О, боже мой, боже мой. Все это надо забрать. Как хорошо с едой в этот раз. Фитнес-тренер будет сыт. Что такое? Разделочная доска нам не нужна. Обязательно вилка. Полотенце. Я не знаю, что она нам даст. А быстрее высохнуть можно, поэтому берем. Также тут бекон и горох. Но мы не можем это все готовить. Хотя, погодите. Может быть, мы и можем готовить. Включить плиту, например. Вот мы включили плиту. Я даже слышу, как она стала включенной. У нас где-то была кастрюлька с водой. Где она? Я не знаю. Наверное, нужно ее взять в основную руку. Настройки? Есть настройки даже. Посмотрите. Температура, значит, градусы. Таймер не будем ставить. Да, шкала по Цельсии поставим. Так удобнее гораздо. О, мы даже можем менюшку двигать. Блин, какая-то крутая и подробная игра. Теперь, как бы нам воспользоваться этой кастрюлей с водой? Переложить в контейнер электроплита? Окей, мы таки переложили. Теперь она будет стоять и готовиться? Нет, не будет. Сейчас, надо все взять. Фитнес-трейлер не шарит, как нужно готовить. Кулинария, погодите, кулинария. Вот оно. Мы можем приготовить стир-фрай. Слишком много всего. Ой, как много всего надо. Давайте вот, вот колбаса. Фига, мы прям сделали это? Добавить. Короче, мы нарезаем эту колбасу. У нас получилось стир-фрай на сковороде гриль. Где этот стир-фрай? Я хочу это съесть. Че, прям можно взять и съесть? Господи, нифига себе, мы классно едим. Также я видел, у нас есть грязная тряпка, которую надо бы продезинфицировать. Очистить тряпку все три. С помощью чего мы ее очистили? Я так и не понял. С помощью кастрюли с водой, судя по всему. Всю водичку наполнили? Что это у нас такое? Проявление скуки. Займитесь чем-нибудь, найдите развлечение. Вот это я знаю, где развлекаться. Идите сюда, чувак. Иди сюда. Вот есть классный журнал. Читай. Скучно ему в зомби-апокалипсисе. Эта проблема решена. Самая основная проблема. Фитнес-тренер не любит скучать. А мы можем отсюда открыть дверь? Да. Окей, давайте пойдем по следующим домам. Аккуратненько, тихонечко. Не издаем лишних шумов. Я сказал, тихо, блин. О, мой гот. Как так получилось? Лучше их просто убить. А, нет. Стоп, не трогай. Да бей ты уже. Куснул меня. А, нет. Да блин. Да беги ты, урод. Он просто дает себя кусать. Он просто дает себя кусать. Этот чертов придурок дает просто себя кусать. Какого черта ты можешь бить с кастрюлей? Сковородка, точнее. Господи. Короче, я не знаю, как вы, но я домой. Я сдох. Блин, а вы уже лучше справились, заметьте. В следующий раз я буду готов к этому. У меня же был пистолет. Но я не хотел шум издавать. Иди теперь, веселой походкой гуляй. Оп, как мы весело перепрыгиваем через забор. Эй, сосед, как дела? Пойдем барбекю жарить. Я как раз оставил там котлетку. Короче, вы не можете не согласиться с тем, что я стал гораздо лучше в этой игре. С каждым разом я буду все лучше и лучше. Это будет как в Long Dark. Как в Ark Survival Evolved. Во всех этих играх, где я прогрессировал с каждой новой серии. Если вы хотите посмотреть на то, как я прогрессирую в апокалипсисе. То поставьте лайк под видосом. Также обязательно нужно ставить лайк, если этот видос превышает. Пишите в комментариях, превышает видео или нет. Также у меня открылся канал YouTube Short. Ссылка будет в описании на него. И с вами был Юджин, друзья. Всем пять!